И теперь про ядерный ластик, о котором мы говорили. Я капельку продемонстрирую, урок географии в корейской школе. Давай. Внимание надо на доску, друзья. Был Сеул и... И нет Сеула. И нет Сеула. Но это гипотетическая ситуация, потому что КНДР требует от Южной Кореи извинений за клевету о тратах на масштабные празднования столетия основателя республики Ким Ир Сене. И грозит сделать то, что сейчас сделал Анатолий. Уничтожить или взорвать Сеул. И такое неформальное, формальное официальное сообщение от Центрального агентства новостей КНДР. Если Южная Корея немедленно не извинится за оскорбление, мы объявим священную войну и все там, в Сеуле, взорвем. А драматизм в эту ситуацию добавляет то, что действительно Сеул находится в зоне поражения даже артиллерии Кореи. Ну, не говоря уже про какие-то... про ИНХУ. Что касается ИНХУ, это как раз заставило холодным потом облиться всех, так сказать, наблюдателей международных. Потому что понятно, что если северные корейцы запустят ИНХУ в сторону Южной, где она окажется в итоге никому неизвестна, это внушает всему миру священные трепеты ужаса. Я знаю, что хочу сказать, что, так сказать, факт дефамации со стороны Южной Кореи, который особенно взбесил корейцев северных, то, что празднования эти, они там, кажется, 850 миллионов долларов стоили. Да. В пересчете на, как это называется, на риса корейца, это там примерно лет 6, когда у каждого корейца есть в достатке риса. Тут я вспомнил, что один из руководителей северной Кореи говорил когда-то на большом собрании, что мы, говорит, мы будем жить счастливо. И я вам гарантирую, что через три поколения, внимание, это было, действительно, было реально со слезами на глазах, это дословная цитата. Каждый кореец будет крыть крышу черепицей, есть рис и варить суп на мясном бульоне. Частого до сих пор нет. И многие корейцы сказали, что в мясном бульоне? Что? Что это? Что такое мясо? Мам, что такое мясное бульон? Это вот так и было. Но мне кажется, что проблема в том, что южные корейцы, в силу того, что они уже, так сказать, в них проникли все эти бигмаки с плевками западной. Не напоминай. Ну, извините, проникли в них и разрушают их снутри. Они не поняли высокого и великого замысла северных Кореи. Я же говорю, абсолютно без шуток. Не просто высокий, он был бесконечно высокий, как гора Арарат. Какой? Замысел в чем? Конечно. Значит, северные корейцы умерщвляют плоть ради возвышения духа. Такая технология есть. Так сказать, и даже западным людям она знакома. Она насла свое воплощение в религию. Но, собственно, ракета «Инха» или любой спутник, который выйдет на орбиту, он выйдет рано или поздно на орбиту, будет тем самым символом высоким умерщвления плоти и возвышения духа. Кроме того, есть же идея чучхе, и корейцы северные понимают, что идея есть, пока есть хотя бы один ее носитель. Но мы-то до этого не доперли, а не поняли, что носитель должен быть не обязательно из кожи плевков и костей. И если носителем идеи чучхе будет железная штуковина, которая в вечность несется сквозь бесконечность, что может быть лучше, чем такое пристанище идеи чучхе? Вау!